Всем привет! Меня зовут Настя Ладим. Так как школа уже началась, это значит, что нам уже необходимо собирать наши ланчбоксы, но или придумывать быстрые идеи для перекуса после школы. Я просто обожаю красивые ланчбоксы, один из таких у меня сзади. И в принципе я люблю что-то придумывать новое, так что сегодня вас как раз ждет три таких идеи. И давайте же приступим к приготовлению, они очень вкусные. Поехали! Итак, для первой идеи вам понадобится два свежих огурца, морковка, петрушка, сырный соус или любой другой по вашему вкусу, сметана или мейна. Первое, что вы должны сделать, это отрезать от своих огурцов попки и разрезать их на три части. После этого возьмите ложку и салфетку. И с помощью ложки постарайтесь вынуть как можно больше мякиша из огурца. Я думаю, это не называется мякиш, но все-таки вы меня поняли. Надеюсь. После того, как ваши огурцы будут готовы, можем приступать к наполнению. Я решила сделать шесть огурчиков и три я наполнила сметаной, а остальные три сырным соусом. Сверху для украшения и усиления вкуса я подсыпала немного специй и положила сверху немного петрушки. В принципе, на этом можно и окончить приготовление, но для того, чтобы сделать все это более вкусным и полезным, я настоятельно рекомендую вам отрезать морковки или купить уже готовые морковные палочки. Но я их не нашла, поэтому я просто порезала морковку на палочки. И теперь во время пирелева вы легко сможете открыть ваш бокс и постепенно окуная палочку в соус, кушать. Ну или просто кушать огуречки с соусом. И тот, и тот вариант очень вкусный. Обязательно попробуйте. Второй рецепт нравится мне еще больше, чем первый, а состоит он в приготовлении питы. Пока еще осень и есть возможность купить свежие овощи, обязательно сделайте себе такую штуку. Для нее вам понадобится пита, один огурец, помидор и перчик. Как дополнение я решила выбрать сметанку, вы можете выбрать майонез и еще сыр. Первое, что нужно сделать, это приготовить начинку. Аккуратно и меленько, для того, чтобы было вкусно, нарежьте все ваши овощи. После этого переместите их в ложку и сверху положите одну столовую ложку сметаны. Теперь можно разрезать питу на две части. Пита состоит из двух слоев. И нам нужно их отодвинуть, для того, чтобы получилось пространство, в которое мы как раз-таки положим нашу начинку. Засыпаем наш салатик в питу и можем наслаждаться. Такого салатика мне хватает как минимум на 4 питы. Ну и третья идея мне нравится больше всего, потому что она сладенькая, но при этом непританная. Одно яблоко, тарелка с водой, в которую вы положите немного лимона и приправки. Я решила выбрать ванильный сахар и корицу. Вам нужно нарезать яблоки на дольки, но старайтесь сделать их не слишком маленькими, в таком случае они будут просто невкусные, и не слишком толстые, для того, чтобы ваш кусочек успел пропитаться и стал сладеньким. После того, как вы нарезали все дольки, опустите их в воду, в которой вы разлили лимон. Это нужно для того, чтобы яблоки быстро не потемнели. В принципе, можно и пропустить этот шаг. После этого вынимайте все яблоки и кладите их на тарелку. Берите ваши любимые приправки и сверху немного притрушиваю яблоки. На некоторые яблоки сверху я еще решила положить в корицы, но совсем немного. Теперь вы должны дать вашим яблокам высохнуть. Сделайте это с вечера, а на утро у вас будет вкусный перекус, а что самое главное, быстрый и легкий. И это были все идеи. Я надеюсь, что первое, они вам понравились, и второе, вы обязательно сделаете себе их. Также не забывайте, что у меня есть инстаграм, в котором я лайкаю каждого своего подписчика и просто выкладываю и делюсь интересными фотками из своей жизни. А я желаю вам приятного аппетита и пока!